Привет, друзья! Я хочу вот шпаргалку себе приготовить, потому что очень важный вопрос. У нас есть у людей идеалы, духовно-нравственные принципы, и у нас есть инстинкт выживания. И вот когда мы попадаем в ситуацию угроз, неопределенности, страха, паники, и вот у нас, когда мы делаем попытку, например, выйти из этого стресса, освободиться от паники, я предлагаю обычно что? Волну, например. Волну. Это колебаться по комфортной зоне, подбирая себе приятные действия, переживать, о чём переживается, думать, о чём думается, не борясь с собой, а выпуская это как пар, потому что вы в условиях защищённости, на фоне автоколебаний, потому что когда вы думаете и переживаете, о чём переживается, вы не мешаете телу адаптироваться к уровню текущего напряжения, и оно адаптируется, и именно это вам приятно, и в конечном счёте через несколько минут вы выходите на состояние безмятежности. Безмятежности. И вот тут вы можете слышать подсказки своего тела. Допустим, у вас не получается эта безмятежность, но при этом у вас снижается напряжение, и в какой-то момент вам хочется, например, бегать по комнате и кричать, там, стонать, рвать на себе волосы, топать ногой, ругаться, сдаваться, колотить кого-то там, вот очень много там чего происходит. И когда вы этот бессознательный механизм осознанно включаете, когда вы позволяете себе по подсказкам тела вот это всё проделать, вот этот спектакль раскрытие, и вы совершили у себя в своей комнате, там, где никто вас не видит, не слышит, вы это делаете по своей комнате, бегаете, кричите, ругаетесь, пар выпускаете. Ну, там много чего вы делаете, может, бой с тенью вы делаете, или плаваете там, может быть, или делаете лыжника, или делаете шалтай-болтай, или трясётесь, потому что вас трясёт. То есть, когда вы бессознательный механизм осознанно, осознанно как раз-таки используете вот этот спектакль, который вы производите, вы это делаете, и в этот момент происходит согласование в ваших процессах сознания, и эти бессознательные процессы, они находят момент согласования, они работают в союзе, происходит некая целостность, а целостность – это здоровье, напряжение снижается, потому что потом вы можете сесть, опять же, пустить мысли на самотёк, и в какой-то момент в этой стадии после действия вдруг заметите, что вот то напряжение, дикое напряжение, страх, беспокойство, ощущение ненадёжности вдруг исчезло, такое спокойное состояние, вам хочется распрямить плечи, вы уверены в себе, чувствуете точку опоры, вы уже знаете, что и как надо делать, и силы у вас начинают возрастать, и вы уже можете горы сокрушить. Но вопрос-то в этом заключается. Почему иногда мы чувствуем какие-то такие пробки, которые мы не можем преодолеть у себя, почему мы чувствуем эти тупиковые состояния, вот эти зависания, потому что когда мы начинаем нервничать, мы начинаем быстрее перебирать, моделировать разные возможности в поисках решения, где-то мы зависаем, а где-то так и пробка происходит, потому что, ну, никак нас не отпускает, ну, никак мы не понимаем. Это может быть по двум причинам. Первое. Может быть, человек, я не про вас лично говорю, может быть, просто нездоров, или у него родовая травма, и когда у него напряжение повышается, он никак не может разгрузиться. Вторая причина. Я потом скажу в следующих роликах, как с этим справляться. Вторая причина. Это очень интересно. С чего я начал? У нас есть идеалы. У нас есть духовно-нравственные принципы. Мы там себе представляем каким-то, ну, хорошим, совершенным, таким созидающим, сопереживающим, могучим, дарящим. Ну, у нас есть какие-то нравственные принципы о совести и так далее. И вдруг мы сталкиваемся с инстинктом самосохранения. Осыпеней, бей, беги. Инстинкт самосохранения такой древний, он нас включает эти механизмы. И мы вот в какой-то момент, мы, люди, имеющие духовно-нравственные принципы, вдруг сталкиваемся с инстинктом самосохранения. И поэтому, когда мы о чём-то мыслим, когда мы о чём-то думаем, у нас там есть какие-то пороги, у нас есть там какие-то пределы, которые вытесняют, вытесняют нас оттуда из наших спокойных рассуждений, размышлений, заставляют нас нервничать. Мы не можем понять, почему же мы не можем снять стресс? Почему же мы не можем успокоиться? Почему мы не можем разгрузиться? Почему мы зависли в какой-то точке и не можем снять напряжение? Почему? А потому что это тот пик напряжения, это высота напряжения, где никак вот этот конфликт внутренний между духом и материей, между инстинктом самосохранения и между нашим развитием и самосовершенствованием, между идеалами, какие мы должны быть, и какие мы себя как бы чувствуем, себя исключительностью, и между тем, что вот сейчас происходит. Вот там никак вот это размыкание не получается, освобождение не получается, и поэтому мы застряли в зависании. И поэтому, поэтому надо слышать подсказки тела. Вот вы делаете волну, делаете волну, подбираете те действия, которые максимально вам просты, максимально вам комфортны. Если хочется плакать, плачьте. Если хочется дремать, дремать, дремайте там. Ну ладно. Простите меня за это слово, тем более вчера был день, так сказать, прощения, и все друг другу прощаете, ведь это так хорошо человечество придумало. Есть повод, так сказать, извиниться перед всякими своими оплошностями. Как я говорю, когда я ошибаюсь в чем-то или еще что-то такое вот неудачно скажу, да я пошутил. Да, я просто говорю, я пошутил, и все это как бы смазывается. Ну это различные способы самозащиты, самосохранения в культуре выработанной. В культуре, да. А теперь серьезнее, а теперь серьезнее. Бессознательные механизмы, они работают всегда. Они нам помогают выйти на правильный путь. Да, потому что они развиваются в течение всей эволюции человеческого развития. Это сколько человек пережил, в скольких угрозах был, в скольких ситуациях находился испокон века до нас. Думаю, сейчас результат нашей эволюции. Это столько выжил, пережил ситуации, вы только вникните, что у него развелись до сегодняшнего дня, ну очень хорошие механизмы самозащиты. И одним из механизмов является вот это вытеснение, когда мы не хотим признаться в себе, что я могу быть слабым, что я могу быть трусом, что я могу испугаться, что я могу убежать, что я могу предать, что я могу, ну мало ли чего, ну это же слабости человеческие. Но есть вещи, когда человек не хочет себе в этом признаваться. И когда он пытается найти самопонимание, то есть самоосознание, то в этот момент у него вот стопор, потому что он не может себе в этом признаться, потому что это требует такого дикого напряжения, вот эта несогласованность наших идеалов, духовно-нравственных, моральных принципов с тем, что сейчас с нами реально происходит, например, ну я боюсь, например. Да, вот сейчас что-то случится, я боюсь. Или страх смерти, я боюсь. А у меня идеал такой, что я философ, что я такой мудрец, мне всё ни по чём, да, вот так думаешь, да. И каждый человек в корне своём, ну как-то считает себя исключительным, потому что он думает, вот Бог всем может не простить за что-то, а вот мне вот простить почему-то, да. Ну такой инстинкт самосохранительный, потому что если бы мы не чувствовали себя исключительностью, на что бы мы полагались, на что бы мы надеялись, на вот этот перст Божий, который нам-то уж позволит. Нам-то, так сказать, ну да, ну как будто мы чем-то отличаемся. Ну вот послушайте теперь. Конечно, отличаетесь, конечно, отличаетесь. Тут вопросов нет. Я говорю в принципе вообще. А так-то, конечно, отличаетесь. Вот вы больше ищете истину. Как быть, когда паники, как превращать энергию стресса в стресс-трамплин для новых достижений, чтобы вы использовали вот этот страх, как толчок для того, чтобы развиваться, как личность. Вы ищете это, правильно? Молодец, не все этим заняты. Не все этим заняты. Ну вот вы ищете. Я же это понимаю, поэтому я столько об этом говорю, что родовые травмы влияют на человека. Инфекционные заболевания. Малыш падал, ударялся головой, терпел какие-то потери сознания и так далее. Мало ли что бывает в жизни. И вот у него стресс, и вот ему трудно. Вот мы ему говорим, а ты сделай разгрузку, делай волну, делай шалтай-болтай, там делай лыжника, делай упражнения потрясти, сделай упражнения потягушенькие, делай упражнения, перебирай их, подходи к этому, но как ключ, действительно метод ключ у нас. Подбирай то, что подходит, знай дозу коротких упражнений, которые называются приемы, и длительных по времени, которые называются упражнения. И вот волна, например, у нас, это упражнение, когда ты подбираешь это, подбираешь, подбираешь ключ, именно по комфортным действиям, делать только без всякого насилия на собой. Не хочется сидеть, встань, бегай по комнате, кричи, заломывай руки, а потом сядешь, отпустишь мысленный самотек и почувствуй, что тебя отпустил. Вот о чем я хотел сказать. Что есть точки наивысшего напряжения, это как раз-таки требующие наибольшего согласования духа и материи, это наши идеалы, и тот момент, то событие, в котором мы сейчас находимся. Пожалуйста. Волна – это прекрасное упражнение. Просто сядьте вот так вот и качайтесь туда-сюда, думайте, о чем думается, и когда вдруг всплывают детские травмы, психотравмы, всплывают, 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 ну, а пускай они продолжаются. Через некоторое время вы заметите, что минусов меньше, минусов меньше, и негативные эмоции меняются на плюсы. Появляется безмятежность, а потом и идеи. Потом и идеи, как правильно решать свои вопросы, как жить дальше, и начинаете чувствовать, что вы счастливы тем, что вы живы. Не потому, что вас там не убили, не задушили, не отравили, не поэтому, не поэтому, не поэтому я говорю. А просто мы обычно радуемся, когда нам комплимент делают, или подарок делают, или день рождения там у нас, или там праздник какой-то, или еще чего-то, или пятерку поставили на экзамен. А тут вы начинаете чувствовать радость и счастье от самого факта жизни. Это вообще уровень высокий, уровень мудрецов и стариков, когда ты уже обессиленный, обесточенный, утром открываешь глаза и счастлив, что ты живой. Ты видишь небо, ты видишь солнце. А когда молодой человек, у него много сил и энергии, ему не до этого, не до профилактики своего здоровья. А если вы будете заниматься профилактикой вот этой, время от времени, в удобное время, или стоя, или сидя, или лежа, находить колебательные движения, которые вам в пору, которые в резонансе, и подбирать такое состояние, которое приходит потом, как безмятежность, абсолютная надежность, защищенность в вашей жизни и вашей деятельности. До встречи, друзья!